У нас сохраняется положительная динамика в таком самом главном показателе демографического движения населения, это показатель смертности населения. Надо сказать, что у нас смертность снижалась и в 2015 году, но вот за январь-февраль, даже с учетом очень сложной ситуации с эпидемическим подъемом простудных заболеваний и гриппа, смертность в январе-феврале 2016 года у нас заметно снизилась. Умерло на 438 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, всего умерло за этот период 4405 человек и смертность составила 13,5 на тысячу населения. Надо сказать, что вот этот показатель впервые за несколько лет мы снизились ниже, чем среднероссийский показатель. Среднероссийская смертность составила за январь-февраль 13,6 и средняя смертность в Приволжском федеральном округе 14,0. Значит, мы по общей смертности населения вот за 2 месяца 2016 года в Приволжском округе занимаем 6 место. Ну, после таких субъектов, где стандартно на протяжении последних нескольких лет смертность достаточно низкая, это Татарстан, Башкортостан, вот мы приблизились к этим субъектам. В структуре смертности на первом месте находятся по-прежнему болезни системы кровообращения, это где-то 47% от всех умерших, это больные, умершие от сосудистой патологии. Второе место занимают онкологические новообразования и на третьем месте у нас занимает смертность от прочих причин. От болезни системы кровообращения у нас отмечено заметное снижение на 18 с лишним процентов. Вы знаете, что у нас в области действует сосудистая программа, мы неоднократно об этом рассказывали. Действует межмуниципальный центр, первичные сосудистые отделения, куда мы довозим больных с инфарктами и инсультами со всей области. 15 у нас межмуниципальных центров, 5 первичных сосудистых отделений, региональный сосудистый центр. Действует вторая рентгеноперационная в больнице Пирогова. Возросшее количество вот этих чрезкожных коронарных вмешательств помогают спасти жизнь больным с инфарктом. Мы увеличиваем количество тромбоэлитической терапии при ишемических инсультах. Это очень активный метод лечения, и в тех случаях, когда больного привозят в ближайшие 2-3 часа от начала заболевания ишемического инсульта, мы не просто спасаем жизнь таким больным, но мы полностью убираем все неврологические дефекты вот этой тромбоэлитической терапии, которая, в общем-то, сопутствует вот этому ишемическому инсульту. То есть вот последний у нас такой тромболизис успешно проведен в Кувандыкском межмуниципальном центре, и больной с ишемическим инсультом буквально выписан без порезов и параличей. Очень такая успешная методика. Важно здесь вовремя не ждать, когда само пройдет, вовремя вызвать скорую помощь и приехать. Субтитры создавал DimaTorzok